Сегодня основная тема обозначена конкретно онкология и коронавирус. То есть как они взаимодействуют? Как это происходит? Знаем ли мы, понимаем ли мы? То есть что влияет в худшую сторону, что влияет в лучшую сторону вот в этом непростом симбиозе онкологическом и вирусном? Добрый день. Я бы хотел вообще разделить эти два понятия. То есть онкологические заболевания – это достаточно большая группа заболеваний. В большинстве случаев это угрожающие жизни заболеваний. Если посмотреть на круг полностью, летальность от онкологических заболеваний и летальность от коронавирусной инфекции, цифры это будут, естественно, несопоставимы. Летальность в пользу? В пользу онкологических заболеваний. К счастью, пациентов, то есть людей, которые заболевают онкологическими заболеваниями, намного-намного меньше, чем пациентов, которые заболевают, точнее даже не заболевают, а инфицированы коронавирусом. Да, у наших пациентов после химиотерапии, после нашего агрессивного лечения есть какой-то иммунодефицит, но это не значит, что они больше или меньше подвержены коронавирусной инфекции. Пациенты с иммунодефицитом подвержены в большей степени любой инфекции, и вирусной, и бактериальной, в том числе и коронавирусной инфекции. Возникает вопрос, как отличается лечение онкобольных в этот пандемический период и отличается ли в принципе все-таки? Есть пациенты, которым проводится лечение, направленное на излечение от заболевания. То есть либо это радикальное хирургическое лечение, либо это послеоперационная химиотерапия, лучевая терапия. Второе – это пациенты, которым требуется проведение такого лечения. И третья категория пациентов – это те, у которых лечение проведено, например, проводится химиотерапия, лучевая терапия, и болезнь находится в стабильном состоянии. И весь упор сделан на то, что пациенты в период вот этой пандемии коронавируса, которым требуется лечение от онкологических заболеваний, максимально должны получать амбулаторное лечение, чтобы у них был меньше риск инфицироваться. Второе – пациенты… Именно вирусом? Да, вирусом. То есть мы не берем пациентов, которые уже инфицированы. Мы берем здоровых пациентов, которым необходимо проведение какого-то лечения по поводу онкологического процесса. Первое – это максимальный перевод на амбулаторное лечение. Пациентам, у которых заболевание стабильно, и, например, на фоне химиотерапии, лучевой терапии достигнута стабилизация заболевания, можно отсрочить это лечение. Ну и тем пациентам, которым требуется радикальное хирургическое лечение, либо химиотерапия, лучевая терапия, при отсутствии признака вирусной инфекции это лечение проводить. Для наших пациентов слово «рак» оно в большинстве случаев звучит как приговор, хотя это не совсем так. Если пациенту устанавливается диагноз «злокачественные опухоли», он считает, что ему надо быстрее и быстрее начинать лечение, но, к счастью, все опухоли, они не одинаковые, они разнородные. Есть быстро растущие опухоли, где лечение надо начинать быстро. Есть медленно растущие опухоли, которые без нашего лечения, их естественная история развития исчисляется годами. Часть пациентов, которым было необходимо проводить срочные операции, они были перенаправлены в РНПЦ-онкологии, которые работали в штатном режиме. Часть пациентов, у которых были либо доброкачественные заболевания, либо заболевания, которые развиваются медленно, и срочного какого-то лечения не требовались, они были чуть-чуть отложены. Это должен делать специалист. То есть в любом случае пациент должен прийти к доктору в поликлинику, и тот уже будет решать, ему надо делать срочно, то есть срочно начинать лечение, либо можно подождать какое-то время. Если дело касается программного лечения, курсов химиотерапии, там мы курсы не откладывали, за исключением тех случаев, когда на то были противопоказания, там снижение лейкоцитов, тромбоцитов. То есть в этой ситуации мы откладывали курс химиотерапии не по причине коронавируса, а по причине того, что состояние пациента, состояние его костного мозга, периферической крови не позволяет провести курс химиотерапии. То есть мы откладывали курс на неделю, и через неделю делали всё, как и было запланировано. То есть вот эта цикличность не нарушалась? Нет. Она могла как бы частично отходить в сторону, там как бы на неделю отходить? Точно так же, как и вне этой пандемии. То есть независимо от того, да? То есть опять-таки всё решает болезнь и увеличится доктор. То есть если доктор сказал, значит надо ориентироваться и не придумывать вот все эти тяжкие, которые иногда нам хочется придумывать.